Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и сегодня я решил сделать обзор на игрушку, новую игрушку Arma 3. Она недавно вышла, вот только появилась, я купил её себе, активировал её в Steam. Теперь она у меня есть в Steam, так что те, кто есть в Steam, можете со мной поиграть. Так, значит, ну давайте пройдёмся по менюшке, да, поскольку это обзор, ну, редактор, тут можно вроде бы как создавать там свой сценарий. Вот тут две заготовки, два острова есть. Я с этим ещё не разбирался, меня это особо не интересует, это очень сложно для меня. Так, ну настройки здесь довольно стандартные, там настройки видео, вот тут всё выставляем на высокое, качество там на стандартное, не знаю. Вот, видимость там, дальность видимости, видимо там тени и так далее, то есть качество текстур, изображение, вот разрешение. Full HD обязательно ставьте вот такое вот, тогда всё хорошо будет, ну, хотя ставьте то, в котором у вас лучше работает. Настройки звука, соответственно, тоже стандартные. Управление тут очень замудрёное, то есть тут очень много всяких кнопочек, вот. Тем более у меня ещё джойстик подключён, кстати говоря. Ну, я уже говорю, что играть на джойстике в игры, ну, стрелялки и так далее, для меня очень тяжело, поэтому я не играю. Так, тут у нас какие-то настройки сложности есть, ну, пусть будет боец, то есть всякие указатели на противника, то есть куча очень настроек по самому геймплею, то есть сообщение убит игроком и так далее, то есть чтобы он выводилось. Так, профиль можно настраивать, ну, вот у меня пока стандартный, тут можно нажать кнопочку изменить и чего-то настроить. Ну, давайте нажмём, вот, тут можно лицо выбрать, очки, да, какие-нибудь, вот, вот такие вот, ну, и так далее. Ладно, я пока особо, даже голос тут можно настраивать, отлично, вот. Расширение. Ну, расширений пока нету, они, я так подозреваю, это те DLC, которые будут выходить, там, дополнения, моды и так далее. Так, боевой устав, это здесь у нас различные подсказки по механике, то есть вот можно почитать, там, то есть, ну, такая энциклопедия игры создана, что, в принципе, тоже интересно довольно. Ну, создатели, это, естественно, список тех, кто создавал игру, и всё. Значит, в пункте играть есть демонстрации, это, типа, обучение, вот тут, а, даже это не обучение, это просто нам показывают, чего вообще в игре можно. Обучение, оно по-другому, вот в испытаниях, да, вот тут учебные стрельбы есть, то есть, тренировочные и так далее. Компании, ну, компаний сейчас, так, компаний сейчас, кстати говоря, нету, то есть, вот видите, ожидается в октябре 2013, то есть, уже скоро, через месяцок будут компании, пока их, как бы, нету. Так, потом сценарии, сценарии, по-моему, это пользовательские, то есть, если кто-то создаст сценарий, и он каким-то образом сюда попадёт, вот видите, сыграть в одиночные сценарии или пользовательские задания, то можно будет в него поиграть. Ну, и, конечно, основное, то, из-за чего все, собственно, и покупают арму, и это, и играют в неё, это сетевая игра. Вот, щелкая сетевую игру, так, загрузка, щелкая сетевую игру, вот сейчас обратите внимание, сейчас я пишу, сейчас полдевятого утра, 8.28, времени, вот обратите внимание, сколько серверов, то есть, арма, она вообще сетевая игрушка, и сколько, офигеть, сколько серверов доступно, вот. Так, ну, я, собственно говоря, сейчас зайду, чтобы вам показать геймплей на какой-нибудь сервачок, где нету людей, вот, потому что с людьми играть проблематично. Ой-ой-ой-ой, что-то меня кинуло вниз куда-то, о, у нас по пингу, вот, вот это вот, тут у нас самый маленький пинг, отлично, вот сюда мы и подконнектимся. Так, всё, мы подконнектили, а, нет, подождите, что-то я не понял, что-то я не понял, что-то я не понял. Так, подождите, вот, видите, уже, а ну-ка, присоединиться, вот, пытаемся присоединиться, о, вот, мы тут выбираем себе, вроде бы, роль, да, какую, то есть, чего, кем мы играем и так далее. Ладно. В этом во всём тоже потом нужно будет разобраться. Бывает роли, кстати говоря, по-русски, вот у меня там был. Ну, вот, снайпер, снайпер, я недавно проходил игру снайпер, прошёл основную кампанию, сейчас дополнительную прохожу, вот, будем тоже снайпером, окей. Вот, тут у нас скачивается файл задания, вот, абсолютно перед каждым подключением к серверу, но, во всяком случае, я, я вот без записи играл на парочке серверов, тут, ну, к парочке подключался, абсолютно перед каждым скачивается вот этот файл задания, вот, он, кстати, довольно много весит, 4 мегабайта, довольно долго скачивается, ну, ничего страшного. Вот, после закачки идёт загрузка. Вот, это всё дело грузится у нас тут, грузится, грузится. Да, арма, конечно, загружается довольно долго, вот, вот у нас загрузилась, загрузились мы на серваке, сейчас у нас тут появится, появимся мы, а, это мы уже, что ли, появились? Чё-то я ничего не понимаю, чё тут надо делать, ладно, и как тут вообще... Короче, конечно, загрузка вот в армии сделана не очень хорошо, ага, вот они мы, да? О, отлично! Вот она, наша винтовочка. Ух ты, блин! Не знаю, как тут включать прицел оптический, и можно ли... Ну, его по-любому тут можно включать. В общем, а, во-во-во-во-во-во! Вот, смотрите, так, физика тут довольно реалистичная, вот смотрите, да, колесо у машины. Если мы стрельнем по колесу... Ха, ну, не знаю, что-то сейчас, по-моему, ничего не происходит... А, оно, кажется, в броне, да? Да, это я по железу стрельнул. Ладно, неважно. Ну, вот, на примере вот этого баги, да? Да. Что-то я не понял. Не понял прикол. Ну, не знаю, что, может, на этом серваке какая-то... Ой, задание провалено? Что такое? Что случилось? Я готов. Выход. Блин, что за фигня вообще? Я не знаю, мне написали задание провалено. Я вот тут попытался поставить вот эту растяжку, да, или что я там... В общем, мне написали, что задание провалено, выкинуло меня. Короче, фигня, какой-то игровой режим непонятный вообще ни разу. Ну, это когда потом разберемся в армии более подробно. Тогда уже будет понятно. Блин, ну, что она так долго грузится? Ёшкин ты кот! Ну, почему я сейчас ничего не могу делать? Вот, далее... Ну... Да... Да, 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 да... Да... Не, ребят, на этом серваке я играть не хочу. Выход. Все, вообще не вариант. Сервер какой-то нехороший. Вот, тип совместный, кооператив, что-то непонятное. Вот, вот тут вообще никого нету. Давайте подключимся. Будем одними. Точнее, мы одни будем. Так. Медик... тратить... Та-та-та-та-та-та... Ладно, особо-то нам роль не важна. Опять идет закачка файла задания. Вот, ну тут файл задания поменьше. Эт меня радует. Чем меньше файл задания, значит, тем меньше заморочек тут на этом серваке. Вот, всяких. Так, я пропустил загрузку, очень долго на самом деле шла загрузка, вот тут, о, вот мы появились, так, что у нас за пушка есть? О, с такой я уже стрелял, почему нету никакой, о, вертолет, можно будет, может, полетать на вертолете? Да, вообще игра, конечно, ну, графончик вот вы видите, да, такой довольно-таки симпатичненький, но арма чем хороша, тем, что, так, что у нас еще есть за пушки? О, это что такое? О, пистолетик, пистолетик, так, вот такой вот тут прицел, да, вот так вот тут все красивенько. Так, это что такое? А, ну вот, две пушечки у нас, вот этот, одиночными. Так, арма чем хороша, то, что тут можно летать, ну, и вообще ездить, и на всяких вот... Эй, почему я не могу? Блин! Да, вот только хотел сказать, что арма и хороша тем, что тут можно на всякой технике погонять, хотел вам показать. Вот у меня получалось, честно говоря, на машинах ездить. А на вертолете у меня что-то, что-то не получается. Ну, не знаю, почему на самом деле. Так, ладненько. Давайте попробуем, может тут есть где-то еще какая-нибудь машина или еще что-то. Видимо, какое-то умение надо, чтобы летать на вертолете. Да, игрушка, конечно, замороченная, то есть она как бы довольно-таки сложная, но она и интересная, и сложная в то же время. Вот. Так, вот это вот что? Может тут где-то машинка стоит какая-нибудь? Что-нибудь стоит? Нет, ничего тут не стоит. Ну, вот пока можете оценить. Вот смотрите, как солнце реалистично сделано, то есть такое небо красивое. Так, что у нас тут? Да, конечно, тот факт, что здесь не разрушаются стекла, меня немножко сейчас раз огорчил. Ну, я думал, честно говоря, что тут, ну, более... О, я вижу машину, я вижу машину. Сейчас попробуем погонять. Если мы и на машине не сможем поехать, то туда вообще, конечно, будет грустно. Блин, ну и как мне туда выйти, на ту сторону, скажите мне на милость. О, вот выход. Вообще тут как бы на всякой технике можно гонять без проблем, но вот что-то тут, я не знаю. Я на самом деле ездил, вот и на этой машине ездил. О, да, видимо, чтобы летать на вертолёте, нужно какое-то умение, да, или ещё чего-то, не знаю. Ну, вот на машине, слава богу, без проблем. Да, и вот смотрите, вот так вот тут довольно реалистично сделана езда на машине. То есть вы сидите в кабине, вон справа у нас камера, да, под правой рукой, где у нас показывается, что у нас сзади. Тут с вами может сидеть рядом ещё какой-то человек, вы можете кого-то подкинуть. Слева вверху наша скорость, вот мы уже разогнались до 90 км в час, сейчас соточка будет, есть соточка. А, нет, а вот соточка есть. Ну, видимо, больше наша машина не может ехать, больше 100, это её предел. Так, ну ничего, норм. Да, чтобы выйти из машины, нужно нажать В, кстати говоря, можно из неё выпрыгнуть прямо на ходу. Вот. В принципе, езда на машинах здесь сделана не очень реалистично, а сейчас объясню почему. Вот смотрите. Ну да, деревья мы можем сбивать, даже столбы можем сбивать всякие разные там. Ну вот, смотрите. Ну я после флотаута, да, те, кто смотрят мой канал, видели, что я там проходил флотаут недавно, первый прошёл его. Сейчас второй, кстати, пишу видео по второму. Вот, мы сбили дерево. Машине на самом деле хоть бы хнырь. То есть, если во флотауте там машина бьётся, да, водитель вылетает, то тут мы сели и прём на ней, как на танке, реально. То есть, нам всё ни по чём. Вот сейчас я не знаю, я лоб в лоб хочу со зданием, я вот так не пробовал ещё делать. Ну, поскольку это обзор, да, давайте. Бубух! И всё? О! Смотрите, она у нас заглохла. Слушайте. Не, то есть, а, и на стекле вон вмятинка появилась. А ну-ка, давайте из неё выйдем. Да, значит, не хоть бы хнырь машине на самом деле. О, и колесо у нас сломалось. А, да, вот, кстати, чё я говорил. Смотрите, хоп, и мы пробили колесо. Хоп, оно, вот видите, спустило такое вон дырки на нём. Если по нему побольше пострелять, вот, его вообще не стало. То есть, машина без колёс уже не поедет. О, видите, спустило. То есть, это прикольно, когда от вас кто-то уезжает, да, вы ему бычь-бычь-бычь по колёсам. Его там развернуло, там ещё что-то. Да, графончик красивый, конечно, красивый. Вот, ну и те, кто хотят поиграть в арму со мной, пишите комменты к этому видео. Вообще, лучше находите меня в стиме. По нику шашлык. Английскими, естественно. Вот. Аватарка у меня там такая же, какая и на ютубе, так что, я думаю, проблемы не будет. Так, давайте с пистолетикой ещё постреляем. Тысяч, тысяч. О, поле. Какое-то оно вообще фигово прорисованное. А, вот, мы подходим, и оно прорисовывается получше. Всё лучше, лучше. О, круто. Мы зашли в поле. В поле можно нехило спрятаться, кстати говоря. Да, вот, теперь бы ещё по кому-нибудь пострелять было бы вообще хорошо. Но это, наверное, надо зайти на какой-то сервачок, где людей много. Ну, в принципе, в принципе. Ой, что это такое? Ой, ой, ой. Чё-то я нажал там, перещелкнул колёсиком, щелкнул. Активейт, чё-то там, персонал. Чё, опять задание про... Чего? Оператор шашлык. Target free. Press space to exit. Нам 1.9. А, это чё, это какой-то мой шпион, что ли? А, вот это всякие фильтры. Personal. Это мой какой-то, наверное... Ух ты, как прикольно. Что-то типа шпиона. Ну, или... Так, это настройки. Так, ладно. Возьмём нормальную пушку. Кстати говоря, она стреляет одиночными. То есть, чтобы она вот так стреляла, нужно несколько раз щёлкать по мышке. Это, кстати говоря, тоже очень круто. То есть, добавляет реализма. Ну и да, в армии всегда вообще она славилась тем, что... Ну, те, кто играл в DayZ, знают. DayZ-мод. То, что здесь очень большой мир, вообще огромный. Можно долго бежать. И нужно находить себе там всякое снаряжение и так далее. Я думаю, здесь всё так же. Ладно. Ладно. Давайте теперь попробуем зайти на сервак, где много людей. Посмотреть, что люди там делают. Поэтому тут я выхожу. Да, минус пока у армии я вижу только один. То, что она долго грузится. Это реально минус. Так, выходим. Выходим. И теперь давайте-ка по игрокам. Эй, чё так мало игроков? Чё такой большой пинг? О, вот подгружается 43 из 45. Давайте присоединимся к этому серверу, попробуем. Сейчас опять будет долгая загрузка. Армаволь долго грузится. Так, где? Вот тут есть свободный гражданский командир группы. Не, я не хочу быть гражданским. Почему гражданский? Ну ладно, тут видимо все гражданские командиры группы. Окей. Окей. Так, вот грузится опять файл задания. Да, минус армы, конечно, в том, что она очень долго загружается. Очень она долго так всё грузится. Ну и ничего. Оно того стоит. Игрушка классная. Так что, если хотите поиграть в арму, нужно чуть-чуть подождать. Вообще не весело. Не очень, не очень, очень не весело и очень грустно. Долго загружается. Да сколько можно, ну в конце концов. О, что-то загрузилось. И то, что-то ещё грузится. Да, минус армы, то, что она очень долго грузится. Очень. Так, и что мне тут надо выбрать? Случайный город. Опять загрузка. Да вы издеваетесь надо мной или что? Сколько можно? Сколько можно? Блин. Да. То, что я говорил, что игрушка хорошая и нужно немного подождать. Ну, блин. Ну не столько же немного-то. Это уже много. О, круто. У нас есть пистолет, да? Я вот уже боюсь тут что-то либо нажимать, там, менять каким-то образом. Я вот хочу покататься на этом мопеде. Тильда открывает меню игрока. Ники. Да мне это не надо. И господи. Я не хочу. О, пробел. Всё, я могу поехать на этом квадроцикле. Погонять. Так, где ещё человеки? Ай. Я сейчас разобью. О, смотрите там какая тема есть. Какой джипик. Ну, это не джипик, да? Ну, что-то. Эй, тормози. Что? Квадроцикл пере... Чувак. Да, с физи... А, жёстко тормозит. Но это, кстати говоря, лагает, видимо, сервер. Потому что до этого, как бы мы ездили, не тормозило. Я сомневаюсь, что это у меня так просило FPS. На самом деле, я уже заходил на сервак. Ну, как бы тоже. Ой, жесть. Я нажал. Да здесь ещё и очень сильно лагает, как бы... То есть, задержка команд происходит очень большая. Вот, я выпрыгнул. Так, я хочу... Блин, я хочу на этой машине поехать. Как мне встать? А, жесть. А, жесть. Жесть. Да. Да, ё-моё. О, я встал. А, нет, я не встал. Блин, ну чё за шлак какой-то по-другому. Что? Это всё в текстуру вли... Да. Ну вот, смотрите, баг армы. Вот, квадроцикл заехал в кусок горы какой-то. Нормально. Окей. Пыль летит. Непонятно, как встать. О, Х-кнопка. Нашёл я эту кнопку вставания. Давайте попробуем на этом... Ого, здесь у нас не слабый. Не слабая фура. Мама! Вызывай ГИБДД! Меня машина убила! Фура! Фура меня раздавила! Большая! Никого! Меня на машине раздавила фура! Фура! А, ха-ха-ха! А-а-а! Чё-то мы там почти перевернулись. Жесть! Да, жёстко, жёстко, жёстко. О, слушайте, у нас выбило стекло. Так гораздо лучше, на самом деле. Ого! Я ещё и взорвался. Ха-ха-ха! Замечательно! Ладно! Вот, думаю, как раз на вот этой, наверное... На вот этом моменте я свой обзорчик и закончу. Да, в общем, вывод. Арма. Игра неплохая. Хорошая. Вот. Пока она долго грузится, но я так подозреваю, просто она пока ещё не оптимизирована. Пока она только вышла. Вот, я думаю, потом это оптимизируют. И будет всё хорошо, нормально. Вот. В целом, довольно реалистичная игрушка. Хотя, конечно, баги есть. Ну, вот мы видели, как квадроцикл в текстурке выезжает. И так далее. Вот. Но, в целом, она довольно реалистичная. То есть, геймплейчик такой приятный. Графика хорошая. Управление. Ну, с ним просто нужно разобраться. Я пока не сильно не заморачивался. Не разбирался с управлением. В армии. Вот. В целом, думаю, на 8 баллов из 10. Игрушка потянет, ну, по лично моей оценке. То есть, довольно хорошая. Ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык. С вами был Шашлык.